Сегодня советский народ проводил в последний путь Константина Устиновича Черненко, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, Международного коммунистического и рабочего движения. С утра через колонный зал вновь шли рабочие и служащие заводов и фабрик, работники учреждений и научно-исследовательских институтов, деятели науки и культуры, военнослужащие, друженики полей и ферм, учащиеся молодежь. Десять часов утра. Отдать последний долг Константину Устиновичу Черненко в колонный зал Дома Союзов пришли товарищи Горбачев, Тихонов, Громыко, Гришин, Романов, Алиев, Соломенцев, Кунаев, Щербицкий, Воротников, Димичев, Пономарев, Долгих, Кузнецов, Чебриков, Лигачев, Рыжков, Капитонов, Русаков, Шеварнадзе, Зимянин. Они отдают дань памяти выдающемуся партийному и государственному деятелю Константину Устиновичу Черненко. Руководители Коммунистической партии и Советского государства выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Руководители Коммунистической партии и Советского государства Гроб с телом Константина Устиновича Черненко выносят из колонного зала Дома Союзов и устанавливают на артиллерийский лафет. Кортеж направляется на Красную площадь. Руководители Коммунистической партии и Советского государства В траурной процессии идут руководители Коммунистической партии и Советского государства, члены комиссии по организации похорон, родные и близкие покойного, руководители министерств и ведомств, ответственные работники ЦК КПСС, МГК КПСС Впереди процессии множество венков от ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР, союзных и автономных республик, краев и областей, от трудовых коллективов страны. Здесь же венки от зарубежных делегаций. Советские ордена и медали, в которых Константин Устинович Черненко был удостоен за большие заслуги перед Родиной, высшей награды братских стран. На Красной площади тысячи москвичей. В четком строю части войск московского гарнизона. Траурная процессия останавливается у мавзолея. Гроб с лафета переносится на постамент. На трибунах Красной площади члены и кандидаты в члены ЦК КПСС, депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, военачальники, передовики производства. Здесь же многочисленные зарубежные делегации, прибывшие на похороны Константина Устиновича Черненко. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На центральную трибуну мавзолея поднимаются товарищи Горбачев, Алиев, Воротников, Гришин, Громыко, Кунаев, Романов, Соломенцев, Тихонов, Щербицкий, Демичев, Долгинов. Гих, Кузнецов, Пономарев, Чебриков, Шеварднадзе, Зимянин, Капитонов, Лигачев, Русаков, Рыжков, члены комиссии по организации похорон. Траурный митинг открывает генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Дорогие товарищи, мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. В этот скорбный час советские люди воздают дань глубокого уважения верному сыну нашей партии и народа, стойкому борцу за благородные коммунистические идеалы, выдающимся партийному и государственному деятелю. С молодых лет Константин Устинович всецело посвятил себя служению делу партии, интересам народа. На каких бы участках партийной и государственной работы он не находился, на пограничной заставе, в Сибири или по Волжье, в Молдавии или в Москве, всюду Константин Устин и Черненко трудился с полной отдачей сил, выступал страстным пропагандистом марксизма-ленинизма, воодушевлял и сплачивал людей, умело направлял их усилия на большие полезные дела. Его всегда отличали высокая идейная убежденность, творческое горение, деловитость, партийная принципиальность, чуткость и внимание к людям. Богатый политический опыт Константина Устиновича Черненко наиболее полно проявился на постах генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР. Под его руководством Центральным комитетом Политбюро ЦК были приняты и проводились в жизнь важные решения по коренным проблемам экономического и социально-политического развития страны, коммунистического воспитания масс. Константин Устинович многое сделал для воплощения в жизнь ленинского курса нашей партии, курса, направленного на укрепление могущества нашей Родины, сохранение и упрощение мира на земле. Сегодня перед лицом советского народа КПССР, ее Центральный комитет, Политбюро ЦК, твердо заявляют о своей непоколебимой решимости верно служить великому делу социализма и коммунизма, делу мира, социального прогресса и счастья трудящихся. При деятельном участии Константину Устиновича Черненко коллективно вырабатывалась и проводилась линия партии на всемерную интенсификацию производства, дальнейший подъем материального состояния и духовной культуры народа, совершенствование политической системы общества, углубления в социалистической демократии. Мы будем и впредь целеустремленно вести борьбу за осуществление решений 26-го съезда КПСС, ноябрьского 1982 года и последующих пленумов ЦК по ускорению социально-экономического развития страны, укреплению экономического и оборонного могущества. Важнейшей заботой партии и государства всегда были и останутся удовлетворение возрастающих запросов советского человека, улучшение условий его труда и быта. В центре внимания будут и впредь находиться развитие инициативы и творчества масс, строгое соблюдение порядка и законности, укрепление трудовой, государственной и партийной дисциплины. Мы будем всемирно поддерживать, поощрять и возвышать тех, кто не словами, а делами, практическими результатами проявляет свое честное и добросовестное отношение к выполнению общественного долга. Мы будем бороться против любых проявлений, парадности и пустословия, чванства и безответственности против всего, что противоречит социалистическим нормам жизни. Центральный комитет будет и в дальнейшем неустанно крепить сплоченность партии, ее связи с массами, совершенствовать стиль партийной, государственной и общественной деятельности. С именем Константина Усиновича Черненко связаны осуществление внешнеполитического курса советского государства, крупные миролюбивые инициативы, направленные на прекращение гонки вооружений, устранение угрозы мировой термоядерной катастрофы. Наша партия и государство будут и дальше наращивать усилия, чтобы сохранить мир. Мы исходим из того, что право жить в условиях мира и свободы – это главное право человека. Мы вновь подтверждаем свою готовность поддерживать добрососедские отношения со всеми странами на принципах мирного сосуществования, на основе равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Советский Союз никогда и никому не угрожал, но никому и никогда не удастся диктовать нам свою волю. Социализм, как учил Ленин, докажет свои преимущества, но докажет не силой оружия, а силой примера во всех областях жизнедеятельности общества – экономической, политической, морально-нравственной. Делу мира и социального прогресса надежно служит растущая мощь и сплоченность стран социалистического содружества. Центральный комитет КПСС и советское правительство делают все необходимое, чтобы еще прочнее становился их братский союз, развивалось и углублялось их политическое и экономическое сотрудничество, верное принципам социалистического интернационализма. Наша партия будет и впредь делать все для расширения взаимодействия братских стран, упрощения их позиций в международных делах. Мы уверены, что цели, которые ставит партия, идущая навстречу своему 27-му съезду, будут достигнуты по рукой тому самоотверженный труд советских людей, нерушимое единство партии и народа. От имени Центрального комитета КПСС и советского правительства позвольте выразить признательность братским партиям, трудящимся стран социалистического содружества, правительствам и народам других стран, всем, кто почтил светлую память Константину Устиновичу Черненко. В этот час прощания с Константином Устиновичем хочу высказать искренние и глубокие соболезнования его семье и близким. Склоняя голову перед тобой, наш дорогой товарищ и соратник, мы обещаем неуклонно следовать курсам нашей ленинской партии. Служить ее делу – значит служить делу народа. Этот свой долг мы выполним до конца. Прощай, наш дорогой Константин Устинович. Траурный митинг, посвященный памяти Константина Устиновича Черненко, объявляется открытым. Слово предоставляется члену Политбюро ЦК КПСС, первому секретарю Московского городского комитета партии, товарищу Гришину Виктору Васильевичу. Товарищи, коммунисты, трудящиеся Москвы вместе с партией, советским народом, глубоко скорбят в связи с кончиной генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Константина Устиновича Черненко. Он был верным сыном советского народа и служению ему посвятил свой талант все свои силы. Трудящиеся Москвы хорошо знали Константин Устинович Черненко. Он много раз бывал на московских предприятиях, встречался с рабочими, интересовался развитием экономики города, условиями труда, быта и отдыха москвичей, оказывал большую помощь городской партийной организации, советским органам в решении стоящих перед ними задач. Москвичи неоднократно избирали его депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР. Глубоко переживая тяжелую утрату, трудящиеся Москвы полны решимости умножить свои усилия в борьбе за осуществление решений 26-го съезда партии, последующих пленумов ЦК КПСС, выполнение планов социально-экономического развития в борьбе за дело коммунизма, которому посвятил всю свою жизнь Константин Устинович Черненко. Слово предоставляется механизатору совхоза Легостаевский Новоселовского района Красноярского края, герой социалистического труда, депутату Верховного Совета РСФСР, товарищу Сеглимову Семену Сергеевичу. Уважаемые товарищи, на Нинесейских берегах в далекие 20-е годы началась трудовая биография Константина Устиновича Черненко. Здесь получил он рабочую политическую закалку. С ранних лет познал он горькую батратскую долю. В годы коллективизации сельского хозяйства он был в числе тех, кто создавал первые колхозы, активно боролся за притворение в жизнь планов первых пятилеток. Константин Устинович Черненко до последних дней сберег в своем сердце любовь к Красноярской земле, к его суровой и прекрасной природе, никогда не порывал связи с родными местами. Красноярцы навсегда сохранят в памяти незабываемые встречи с Константином Устиновичем. Он неоднократно бывал в крае, в нашем районе. Мы хорошо помним его задушевность, чуткость и внимание к нам, простым тружникам к нашим нуждам и заботам. Коммунисты, все трудящиеся Красноярского края, единодушно одобряют и поддерживают решение Мартовского пленума Центрального комитета и заверяют родную Ленинскую партию, что они впредь будут настойчиво трудиться во имя торжества великого дела коммунизма, которому Константин Устинович Черненко посвятил всю свою замечательную жизнь. Слово предоставляется вице-президенту Академии наук СССР, члену ЦК КПСС, депутату Верховного Совета СССР, герою социалистического труда, товарищу Федосееву Петру Николаевичу. Товарищи, советские ученые глубоко переживают тяжелую утрату и искренне разделяют всенародную скорбь в связи с кончиной Константину Устиновичу Черненко. Видный теоретик и неутомимый пропагандист марксизма-ленинизма, он в своей деятельности являл яркий пример органического сочетания революционной теории и практики, организаторской и идеологической работы. Советские ученые знали и высоко ценили заботу товарища Черненко о развитии науки, о научно-техническом прогрессе, как основном звене в совершенствовании социалистических производительных сил и повышении эффективности общественного производства. Деятели советской науки единодушно одобряют и полностью поддерживают решение внеочередного мартовского пленума ЦК КПСС, продемонстрировавшего преемственность политики партии, ее нерушимое единство и монолитную сплоченность под непобедимым знаменем марксизма-ленинизма. Слово предоставляется первому секретарю Центрального комитета ВЛКСМ товарищу Мишину Виктору Максимовичу. Уважаемые товарищи, политическая биография Константина Устиновича начиналась в рядах ленинского комсомола. Здесь возмужал его характер, окрепла воля, развились организаторские способности. Вышедший из глубин народа, воспитанной коммунистической партией, нашим советским строем, Константин Устинович на всех постах был верен ленинской традиции отеческого отношения к молодежи, внимания к делам и заботам комсомола и пионерии. Константин Устинович по-большевистски верил в молодежь, поддерживал ее созидательную энергию и энтузиазм. Ленинский комсомол безраздельно одобряет и поддерживает итоги внеочередного пленума ЦК КПСС. Пленум убедительно показал преемственность стратегического курса нашей партии, со всей очевидностью подтвердил, что партия коммунистов – именно та сила, которая способна учесть интересы всех классов и социальных групп, всех наций и народностей страны, сплотить их воедино, мобилизовать энергию народа на общее дело коммунистического созидания. Комсомольцы, юноши и девушки сделают все, чтобы быть на высоте задач выдвигаемых партий, достойно встретят 27-й съезд КПСС, будут всемерно крепить экономическое и оборонное могущество социалистического отечества, приумножать славные традиции старших поколений борцов за коммунизм. На этом траурный митинг, посвященный памяти Константина Устиновича Черненко, объявляется закрытым. Руководители КПС и Советского государства подходят к постаменту с гробом Константина Устиновича Черненко. Процессия направляется к Кремлевской стене. Руководители КПС и Советского государства Тринадцать часов сорок минут. Гроб с телом покойного опускают в могилу. Руководители КПС и Советского государства Руководители КПС и Советского государства Руководители КПС и Советского государства вновь поднимаются на центральную трибуну. Перед Мавзолеем в четком строю проходят части войск московского гарнизона. Они отдают последние воинские почести Константину Устиновичу Черненко. КПС и Советского государства КПС и Советского государства Руководители КПС и Советского государства Руководители КПС и Советского государства Руководители КПС и Советского государства главы иностранных делегаций, прибывших на похороны Константина Устиновича Чернянка, встретились с советскими руководителями. Глубокие соболезнования товарищам Горбачеву, Тихонову, Громыко, Кузнецову выразили. Глава делегации Болгарии Тодор Живков. Глава делегации Венгрии Яна Шкадр. Глава делегации ГДР Эрих Хонекер. Глава делегации Румынии Николая Чаушеску. Глава делегации Польши Войцех Ярузельский. Глава делегации Чехословакии Густав Гусак. Глава делегации Монголии Жамбын Батмунх. Глава делегации Кубы Рауль Кастро. Глава делегации Вьетнама Чеонг Тинь. Глава делегации Лаоса Цуфану Вонг. Глава делегации КНДР Кан Сэн Сан. Глава делегации Югославии Веселин Джуранович и Али Шукрия. Глава делегации КНР Ли Пен. Глава делегации Афганистана Бабрак Кармаль. Глава делегации Эфиопии Менгисту Хайле Мариам. Глава делегации Никарагуа Даниэль Ортега. Глава делегации Анголы Жозе Эдуардо Душ Сантуш. Глава делегации Народной Демократической Республики Йемен Али Насар Мухаммед. Глава делегации Мозамбика Самора Машел. Глава делегации Кампучии Хэнк Самрин. Генеральный секретарь Португальской Компартии Альваро Куньял. Председатель Германской Компартии Герберт Мисс. Генеральный секретарь ЦК Ливанской Компартии Жорж Хауи. Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Харилуас Флоракис. Генеральный секретарь Прогрессивной Партии Трудового Народа Кипра Акел Эзекиас Папо Иоанну. Генеральный секретарь Итальянской Компартии Алисандро Натта. Члены Политбюро, секретари ЦК Французской Компартии Гастон Плесонье и Максим Грэмец. Генеральный секретарь ЦК Компартии Израиля Мэйр Вильнер. Президент Народной Организации Юго-Западной Африки СВАПО Сэм Нуйома. Генеральный секретарь Африканского Национального Конгресса Южной Африки Альфред Нзо. Председатель Компартии Австрии Франц Мури. Председатель Компартии Люксембурга Рене Урбани. Председатель Компартии Дании Йорген Янсен. Председатель Компартии Рабочей Партии Коммунисты Швеции Рольф Хагель. Председатель Компартии Бельгии Луи Ван Гейт. Генеральный секретарь Компартии Великобритании Гордон Макленон. Генеральный секретарь Компартии Канады Уильям Каштон. Член Политбюро Секретарь ЦК Компартии США Джеймс Джексон. Председатель Социалистической Единой Партии Западного Берлина Хорст Шмидт. Член Политкомиссии ЦК Компартии Чили Володя Тейтель-Бойм. Президент Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра. Премьер-министр Индии Раджив Ганди. Премьер-министр Швеции Улов Пальмы. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Перес де Куэльер. Премьер-министр Японии Ясухиро Накасоне. Президент Мальты Агата Барбара. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Глава делегации Республики Филиппины Эмельда Маркос. Премьер-министр Канады Брайан Малоруни. Президент Италии Алисандро Пертини. Председатель правительства Испании Филиппе Гонсалес. От Организации Освобождения Палестины Ясер Арафат и Фарук Кадуми. Президент Пакистана Зия Ульхак. Вице-президент США Джордж Буш. Федеральный президент Австрии Рудольф Кирхшлегер. Президент Финляндии Мауна Койвиста. Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль. Президент Франции Франсуа Миттеран. Президент Ирландии Патрик Хиллери. А также делегации других стран, партий и организаций. Советские руководители выразили глубокую признательность всем главам иностранных делегаций, прибывшим в Москву почтить память Константина Устиновича Черненко, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения. Сегодня состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС товарища Горбачева с главами партийно-государственных делегаций государств-участников Варшавского договора. Во встрече участвовали товарищи Живков, Кадр, Хонекер, Ярузельский, Чаушеску, Гусак. Участники встречи обменялись мнениями об актуальных вопросах социалистического строительства, подготовке к очередным съездам братских партий в современной международной обстановке. Была выражена общая решимость и впредь совершенствовать всестороннее политическое взаимодействие, экономическое, идеологическое и иное сотрудничество. На встрече было подтверждено стремление государств-участников Варшавского договора последовательно и в конструктивном духе добиваться ослабления напряженности в мире, устранения угрозы ядерной войны, принятия действенных мер в области разоружения, прежде всего ядерного, недопущения милитаризации космоса. Было подчеркнуто, что в условиях сложные международные обстановки, укрепление единства и сплоченности братских стран, усиление координации их действий на международной арене приобретают особое значение. В состоявшейся беседе приняли участие товарищи Тихонов, Громыко, Русаков. Встреча прошла в обстановке сердечности и единодушия. Михаил Сергеевич Горбачев имел в Кремле беседу с премьер-министром Республики Индии Радживом Ганди. В беседе принял участие Андрей Андреевич Громыко. С советской стороны была выражена признательность главе правительства и народу дружественной Индии за проявленное уважение к памяти Константина Устиновича Чернянка. В состоявшейся беседе, прошедшей в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания, были с удовлетворением отмечены высокий уровень, динамизм и разносторонний характер плодотворно развивающихся советско-индийских отношений и выражено обоюдное желание к их неуклонному укреплению на базе договора о мире, дружбе и сотрудничестве между СССР и Индией. Состоялась встреча товарища Горбачева с президентом Республики Никарагуа, членом национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения Даниэлем Ортегой. В беседе приняли участие Андрей Андреевич Громыко и министр иностранных дел Никарагуа от ЭСКОТО. Михаил Сергеевич Горбачев высказал Ортеге признательность за выраженные от имени народа и правительства Никарагуа соболезнования в связи с кончиной Константина Устиновича Черненко. Состоялся обмен мнениями относительно положения в Центральной Америке. Товарищ Горбачев подтвердил солидарность советских людей с никарагуанским народом, героически отстаивающим свое право на свободное, независимое развитие. С обеих сторон был решительно осужден курс американской администрации на вмешательство в дела стран этого района, на создание там опасного очага напряженности. Одновременно была подчеркнута необходимость дальнейшей активизации международных усилий, включая деятельность Кантадорской группы, в интересах справедливого политического урегулирования в Центральной Америке. В этой связи с советской стороны были высоко оценены недавние новые конструктивные инициативы Никарагуа. Товарищ Горбачев встретился с председателем Президиума Социалистической Федеративной Республики Югославии Веселином Джурановичем и председателем Президиума ЦК Союза Коммунистов Югославии Али Шукрия. С советской стороны была выражена признательность за соболезнования в связи с кончиной Константина Устиновича Чернянка, переданной от имени Президиума Республики, Президиума ЦК СКЮ, Коммунистов и всех трудящихся Югославии. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития советско-югославских отношений, а также по актуальным международным проблемам. Обе стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему углублению всестороннего сотрудничества между СССР и Югославией, КПСС и СКЮ на основе имеющихся совместных документов и договоренностей. Была подчеркнута твердая решимость Советского Союза и Югославии настойчиво добиваться предотвращения термоядерной катастрофы, упрочения мира и безопасности в Европе. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. В беседе приняли участие товарищи Громыко, Русаков, союзный секретарь по иностранным делам Югославии Диздаревич, посол республики в СССР Друлович. Михаил Сергеевич Горбачев встретился с президентом Франции Меттераном и имел с ним беседу, в которой участвовали Андрей Андреевич Громыко и министр внешних сношений Франции Дюма. От имени народа Франции и от себя лично Меттеран выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Константина Устиновича Черненко. Михаил Сергеевич Горбачев заявил, что в Советском Союзе рассматривают внимание, проявленное во Франции к памяти Константина Устиновича Черненко, как свидетельство традиционных чувств дружбы и симпатии, существующих между народами наших стран. Отметив активизацию советско-французских отношений в последнее время, товарищ Горбачев и Меттеран высказались за продолжение и углубление политического диалога между СССР и Францией, являющегося неотъемлемым фактором нынешней международной действительности, в немалой степени влияющим на формирование политического климата в Европе и за ее пределами. Обе страны, как подтвердил обмен мнениями по ряду международных вопросов, выступают за возвращение к политике разрядки, приостановку гонки вооружений, поддержание равновесия сил на, возможно, более низком уровне. Состоялась беседа Михаила Сергеевича Горбачева с президентом Италии Алессандро Пертини. В беседе участвовали Андрей Андреевич Громыко и министр иностранных дел Италии Андриотти. Пертини от себя лично и от народа Италии выразил глубокие соболезнования по поводу кончины Константину Устиновича Чернянка. Товарищ Горбачев высказал признательность за проявленное в Италии уважение к памяти Константину Устиновича Чернянка. В беседе было подтверждено выраженное в ходе недавних советско-итальянских переговоров в Риме обоюдное намерение последовательно расширять двустороннее сотрудничество, включая политические контакты, с тем, чтобы способствовать восстановлению разрядки в Европе, снижению уровня военного противостояния на континенте, росту взаимного доверия между государствами. Обмен мнениями показал близость позиций Советского Союза и Италии в том, что касается неотложной необходимости предпринимать встречные усилия государств Востока и Запада по устранению угрозы ядерной войны укреплению мира. Были затронуты некоторые другие международные проблемы, представляющие интерес для Советского Союза и Италии. Николай Александрович Тихонов встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК Монгольской Народно-революционной партии, председателем Совета Министров Республики Содномом. В ходе беседы с обеих сторон было с удовлетворением отмечено успешное развитие всесторонних братских отношений между СССР и Монголией, подчеркнута решимость и далее делать все возможное для укрепления традиционной советско-монгольской дружбы и тесного сотрудничества. Товарищ Тихонов встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, премьером Административного Совета КНДР Кан Сен Саном. Главы правительств с удовлетворением отметили успешное развитие всесторонних связей между СССР и КНДР, подчеркнули решимость и далее делать все возможное для укрепления традиционной советско-корейской дружбы и тесного сотрудничества в интересах делом мира и социализма. Николай Александрович Тихонов имел встречу в Кремле с премьер-министром Турецкой Республики Озалом. В ходе беседы были обсуждены вопросы советско-турецких отношений и международной обстановки. Отметив удовлетворительные итоги недавнего визита Николая Александровича Тихонова в Турцию, стороны взаимовыгодного сотрудничества в различных областях и развития добрососедских отношений между обеими странами. Решение внеочередного пленума ЦК КПСС с горячим одобрением встреченной всеми советскими людьми. Говорит кандидат в члены ЦК КПСС, бригадир овощеводов совхоза Детско-сельской Ленинградской области, герой социалистического труда Валентина Романовна Паршина. Михаил Сергеевич наметил дальнейший путь нашей Родины. Он сказал, что преемственность в нашей партии это генеральная линия. Такой курс устраивает весь рабочий класс, все совхозное крестьянство нашей страны. И я так понимаю, что от нас рабочих людей требуется только одно лучше работать добросовестнее, сознательнее, работать каждому на своем рабочем месте, выполнять свои обязанности и должностные и рабочие так, как требует от нас партия, так, как требует от нас наш народ. Именно об этом говорил Михаил Сергеевич в своей речи. именно это мы должны знать и делать для того, чтобы выполнить курс нашей партии и нашего народа на улучшение, на дальнейшее улучшение жизненного уровня нашей страны. Московский завод счетно-аналитических машин. Нынешний, завершающий год пятилетки, особенно напряженный для коллектива завода. Ведь совсем недавно здесь начат выпуск новых уже четвертого поколения электронно-вычислительных машин. Здесь, в монтажно-сборочном цехе, работает одна из лучших бригад завода, комсомольско-молодежный коллектив Михаила Стукалова. Соревнуются они с другой комсомольско-молодежной бригадой монтажников, в которой бригадир, лауреат государственной премии СССР Иван Федорович Синоцкий. Мы с глубоким удовлетворением восприняли решение внеочередного плену Центрального комитета нашей партии об избрании генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Горбачева Михаила Сергеевича. Особенно нам хочется подчеркнуть его слова, которые он сказал в своей речи. Нам предстоит добиться решающего поворота в переводе народного хозяйства на рельсы интенсивного развития. Мы должны, обязаны, в короткие сроки выйти на самые передовые научно-технические позиции. Мы считаем, что это в полной мере относится и к нашему заводу, потому что наш завод выпускает электронную вычислительную технику, которая необходима всему народному хозяйству и позволит выйти на новые рубежи всем отраслям промышленности. Мы уже хотим, чтобы поэтапно быстрее внедрялись в бригады научной организации труда, нормальное техническое материальное снабжение, планирование, причем перспективное планирование бригадам. И это все поможет нам успешно закончить плановое задание текущего года и взять успешный старт на будущую пятилетку. Зарубежные средства массовой информации уделяют первостепенное внимание итогам внеочередного пленума ЦК КПСС речам Михаила Сергеевича Горбачева на пленуме и на траурном митинге на Красной площади в Москве. Отмечается, что КПСС и ее Центральный комитет, Политбюро ЦК, твердо заявляют о своей непоколебимой решимости верно служить великому делу социализма и коммунизма, делу мира, социального прогресса и счастья трудящихся. Советский Союз передает Болгарское радио будет и впредь целеустремленно вести борьбу за осуществление решений 26-го съезда КПСС ноябрьского 1982 года и последующих пленумов ЦК по ускорению социально-экономического развития страны, укреплению ее экономического и оборонного могущества. Речь советского руководителя на пленуме свидетельствует, что СССР намерен продолжать свою миролюбивую деятельность на международной арене, пишет Югославская газета Борба. Избрание Михаила Сергеевича Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС – лучшее доказательство преемственности и долгосрочного планирования советской линии. Советский руководитель подчеркнул твердую приверженность СССР политике мирного сосуществования и достижению договоренностей по вопросам разоружения в ходе советско-американских переговоров в Женеве, пишет английская газета Financial Times. Генеральный секретарь ЦК КПСС заявил, передает Американское информационное агентство АП, что Советский Союз не стремится к достижению односторонних преимуществ перед Соединенными Штатами и хочет действительного и крупного сокращения накопленных вооружений. Еще несколько сообщений из-за рубежа. В связи с начавшимися в Женеве переговорами между СССР и США по ядерным и космическим вооружениям Президиум правления Германской Компартии выступил с заявлением. В нем содержится призыв к правительству ФРГ внести вклад в успешный ход женевских переговоров. Для этого необходимо принять меры в целях прекращения размещения американских ядерных ракет первого удара на западно-германской земле и недвусмысленно осудить планы США по милитаризации космического пространства. В день начала советско-американских переговоров по ядерным и космическим вооружениям в Женеве США сделали еще один шаг в направлении раскручивания гонки вооружений. Подкомиссия по осигнованиям на оборону Палаты представителей Конгресса США утвердила запрос администрации Рейгана о выделении полутора миллиардов долларов на производство еще 21 межконтинентальной баллистической ракеты первого удара МЭКС. Решение подкомиссии Палаты представителей по осигнованиям стало первым голосованием в разворачивающихся в Конгрессе дебатах вокруг программы МЭКС. Высокую оценку действием Советского Союза в отношении событий в Ливане дал премьер-министр страны Карамы. СССР указал он в заявлении для печати выступает на стороне ливанского народа в его борьбе за освобождение оккупированных районов от израильских захватчиков. Мы, подчеркнул Карамы, признательны Советскому Союзу за поддержку, которую он оказывает нашему правому делу. При обсуждении в Совете Безопасности ООН положения на юге Ливана Соединенные Штаты вновь разоблачили себя как пособника израильских агрессоров. Делегация США наложила вето на проект резолюции осуждающей репрессии Израиля в отношении гражданского населения Ливана. В Бразилии объявлен состав нового правительства страны. В соответствии с Конституцией его возглавит президент Танкредо Невис, который официально вступает на пост главы государства 15 марта в составе правительства 22 министра. Коротко о погоде в Москве. Завтра облачно, осадки, ветер юго-западный, температура ночью 3-5 градусов мороза, днем от нуля до плюс двух. бух. Музыка, Музыка, облачно, мульта, нижко, Субтитры создавал DimaTorzok